У нас все успешно прошло, все хорошо. Дай Бог, чтобы все, 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 умры наши уметы, все поехали на умрахать. Очень довольны. Очередная группа паломников из Дагестана вернулась на родину. Объятия и поцелуи при долгожданной встрече никого не пугают. Тепловизор показал, что у прибывших температура тела в норме, а значит за них можно не опасаться. Только у одного пассажира обнаружили высокую температуру. Скорая помощь по действующим правилам доставила его в медучреждение для проверки. Немного расстроила паломников ситуация, которая сложилась в самой Мекке. Из-за опасности распространения коронавируса в местах массовых скоплений людей, власти Саудовской Аравии на время закрыли доступ к одной из главных мусульманских святынь. Коран и в этот момент пришли, сказали, для профилактики сказали. Потом, после третьего намаза уже вообще туда не пускали никого, туда внизу. Больше не пустили туда. Мы все отнеслись с пониманием, потому что, как там говорили, выступали ученые во время пятничной ходбы, сказали, это для того, чтобы защитить нацию, защитить ум от вируса. И все отнеслись, не только мы, не только дагестанцы, не только Россия, со всех стран, они все это понимали и отнеслись с пониманием. На самолете, который прибыл в Махачкул из Джиды, должна была отправиться в Малыхаж новая группа верующих из Дагестана. Однако из-за потенциальной угрозы, напугавшего весь мир коронавируса, по рекомендации Муфтия Республики, компания Марватур на время приостановила отправку паломников на святую землю. Паломникам предложено несколько вариантов. Либо они переходят на вылеты более поздние, к примеру, в месяц Рамадан, либо на 4 апреля, там, где у нас пока еще были свободные места. Либо, если паломник не может по каким-либо причинам совершить паломничество позже, он обращается к нам, мы полный возврат средств для паломника осуществляем. Ожидается, что в скором времени ситуация с вирусом прояснится, и доступ к желанным святыням ислама станет доступен для верующих. Отметим, что позже стало известно, подозрения на инфицирование коронавирусом, к счастью, не подтвердились.